Всем привет, меня зовут Илья, и в этом очередном видео-уроке, дорогие друзья, я вам сегодня покажу одно из лучших, если не самое лучшее упражнение на арпеджио, на игру арпеджио-аккорда. Это даже не то, чтобы упражнение, это целый способ мышления, это целый подход к игре арпеджио, к обыгрыванию аккордов на бас-гитаре. А это очень важная вещь, я вам хочу сказать, друзья, не стоит недооценивать. Сам Пасториус говорил, что арпеджио на басу это сверхважно, это одна из самых главных вещей, самая главная и довольно сложная. Сегодня мы об этом поговорим, покажу вам отличный способ обыгрывания аккордов, арпеджио-аккордов. И, собственно, это будет ультимативный подход, это работа и над техникой, и правая рука, и над мышлением, и над целой музыкальностью. Мы будем добиваться того, что арпеджи будет звучать музыкально, круто и максимально не похоже на простое упражнение. Так что давайте же поскорее начнем, возьмем в руки бас, стряхнем с него пыль и будем осваивать эту интересную тему. Итак, показываю. А показывать я сегодня буду на примере тональности соль. Вот у нас первая ступень, соль, мажор. Начнем с мажора, потому что мажор, как говорится, всему голова. И минор я тоже покажу. Значит, смотрите. Мы можем сыграть этот аккорд G, соль, мажор, здесь, на кто выше, послушать его, как он звучит. Классический мажорный аккорд. Мы можем, что сделать здесь? Мы можем сыграть на него мажорную гамму. Вот так, послушать ее желательно очень детально, прочувствовать сердцем. Далее мы идем. Мы играем арпеджио. Я показываю и делать сегодня буду упор на одной позиции. Мы не будем особо скакать. Мы будем учиться выжимать максимум из одной позиции. Так как для бас-гитариста это очень важно, это рационально. И в большинстве случаев для игры аккомпанементов, для работы бас-гитариста, вам не нужно будут какие-то сильные скачки, сильно двигаться по грифу. Вам нужно максимум научиться выжимать именно из одной позиции. И это упражнение, которое я буду сегодня показывать, оно как раз именно на раскачку вот этой одной позиции и выжимку из этой позиции максимального. Того, что вообще возможно. Смотрите, я могу сыграть арпеджио. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцатая ступени. Смотрите, девятая, вторая на октаву выше. И одиннадцатая, четвертая на октаву выше. На самом деле, я еще в первых своих роликах говорил, что ноты, к примеру, вот я беру, скажем, соль мажор, и у нас нота до и до на октаву выше. Хоть они называются одинаково, но на самом деле это разные ноты. Они ощущаются по-разному, физически они разные. Но называются до, просто разных октав. Они разные. Поэтому мы называем, соответственно, на октаву выше эти ступени нашего мажора уже другими цифрами. Если здесь было четыре, здесь будет одиннадцать, соответственно. И смотрите, обратите внимание, я сыграл арпеджио соль мажора. Слушаю, сыграл хорошо его. Обращаю внимание на правую руку, потому что здесь на самом деле важна и правая рука. Движение по всем струнам. Мы играем все струны, так как в соль мажор мы играем от четвертой ступени. От четвертой струны, точнее, простите. Движение правой руки. И здесь нужно добиться, чтобы при игре у вас все ноты были максимально одинаковые по динамике и ровные. Новичку это может быть сначала сложно, это на самом деле технический момент. И поначалу будет, может быть, сложно. Я помню, когда я начинал, у меня с этим были сложности. С переходом я постоянно залипал большой палец на датчике, например. И я очень долго переходил к смене вот этих позиций. Датчик четвертой и третьей струны. Я сейчас использую в основном либо на весу, либо на датчике чаще на весу. Вот видите, у меня большой палец на весу. И, соответственно, я использую четвертую и третью. На вторую я уже не спускаюсь. Вот у меня в основном две позиции. И на весу. Датчик я редко использую, потому что меня это сковывает. Но я долго к этому шел, у меня долго не получалось. Палец зависал в одной позиции. И это, соответственно, влекло за собой технические огрехи. Звучало не так хорошо. Вот мы сыграли арпеджи. Обратите внимание. Сейчас важный момент. Один из самых главных в этом видео. Обратите внимание, какие ступени я играю. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцать. Они нечетные. Нечетные. Мы играем вверх только нечетные ступени. Но здесь есть еще и четные. Смотрите. Я сыграл вверх нечетные. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцать. А вниз я играю четные. Смотрите. Это у нас десятая. Показываем медленно. Восьмая, шестая, четвертая и вторая. И опять. Вот тут я могу такую закруглить через седьмую, прийти в первую. Опять сыграть. Получается такая вертушка. Я ее рекомендую выучить и поиграть. Как упражнение первое, такое базовое на арпеджио. В одной позиции. Главный смысл данного подхода к арпеджио, что мы получаем двойную эффективность. Два в одном. Два по цене одного. Получаем двойную радость. Понимаете? То есть мы играем вверх только нечетные, а вниз играем четные. У нас получается два абсолютно разных по звучанию, по характеру паттерна. И мы с ними уже можем дальше работать и делать свои фразы, какие-то рифы, заполнение филы, какие-то ампервизации и так далее. Все что угодно. Давайте же посмотрим, как это можно использовать в сочинении музыки, в сочинении рифов, филов и аккомпанементов. Вообще в целом обыгрывание аккордов. Смотрите, у нас первая соль. И я сейчас сыграю риф, который у меня получился лично. У вас получится совершенно другое. У вас там зависит от вашего состояния души. Может быть у вас там металл какой-то вообще получится. Король шут. Все что угодно. То, что вам нравится. Но у меня получилось вот так. Смотрите, я играю, соответственно, вверх нечетные, вниз четные. Смотрите. Вот такой вот риф. Обратите внимание, я тут вышел, я сыграл еще. Вот здесь у нас пятая на окта выше. Я ее назову 12-й. 12-я ступень, пятая на окта выше. Она будет четная. Поэтому я с нее начинаю движение вниз. Соответственно, 12-я, 10-я, 8-я и 2-я, 4-я, и я перехожу в тонику. Здесь я уже выхожу за позицию. Это не обязательно делать. Но мы можем здесь 12-ю найти даже, даже 13-ю, если захотим. Но мы сегодня как раз опять же сосредоточимся на одной позиции. Но в целом можно, да? То есть можно дальше развить и по всему грифу. По сути мы играем в одну позицию. При этом охватываем максимальное количество нот. Максимальная эффективность. То есть это двойной, можно сказать, эффект от вашей одной позиции. И, соответственно, используя, чередуя, четные и нечетные, нечетные и четные. И наоборот, как вы хотите, вы получаете абсолютно разные по характеру движения, разные музыкальные, так сказать, окраски, разные музыкальные штрихи, можно так сказать. В общем, попробуйте сами. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как это может работать на миноре. Я возьму следующую ступень. Это будет ля. И здесь у нас в соль-мажоре находится минорный аккорд. И ему будет соответствовать дарийский лад. Дарийская гамма минорная с повышенной шестой ступенью. Давайте посмотрим. Вот в этой же тональности мы находимся. Смотрите. Я могу также минором с минором проделать то же самое и поработать с минором. Так как у нас дарийский, мы повышаем шестую ступень. Смотрите. Играем ля, первая, третья, пятая, седьмая, девятая. Тут у нас получается нота си, девятая. Потом одиннадцатая. И здесь тринадцатая. Тринадцатый диез. Тринадцатая, это получается шестая. Шестая на октаву выше. Мы ее повышаем. То есть вот так получится. Можно более легатно, более стаккатно, более по целую пентатонику найти здесь даже. Вот такая вот арпеджа. Здесь я играю только вверх и вниз. Нечетные. Первая, третья, пятая, седьмая. Здесь у нас идет девятка нечетная. Здесь одиннадцатая, четвертая на октаву выше. И через одну тринадцатый диез в данном случае. Если бы это был натуральный минор, мы бы вот так сыграли. Тоже интересно. Более так звучит, более по року. Но у нас, так как дарийский, мы находим в соль мажоре. Мы следующий лад просто берем. У нас получится диез шесть. Вот он. Мы сыграли сейчас нечетные. Давайте посмотрим, как можно собрать четные вниз. Еще раз. Играем вверх. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцатая. И вниз четные. Двенадцатая. Двенадцать, десять, восемь, шесть. Повышено. Четыре и два. Вот так. Получается вот такая прикольная вертушка. Ее тоже можно поиграть, потренироваться. Я сыграл вверх нечетные, вниз четные. Все. Можно комбинировать. Например, играть вверх четные. Это уже попробуйте сами. Итак, давайте подытожим, что мы сегодня сделали, чему научились, какой подход к арпеджио. Мы играем, соответственно, арпеджио аккордов. Вверх мы играем нечетные ступени. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцатая, тринадцатая и так далее. Вверх. А вниз мы играем четные. Десятая, двенадцатая, десятая, восьмая, шестая, вторая, четвертая. Математика. Это первое. Тем самым мы увеличиваем эффективность арпеджио в два раза ровно. Х2 арпеджио получается. Двойная эффективность. Двойная радость. Двойной эффект. Два по цене одного. Это вам делает очень много полезного в вашей игре. Почему? Потому что партии будут звучать не так однообразно. Не будут надоедать быстро. Будут звучать интересно. Нежели если вы будете играть одни и те же ступени вверх и вниз. Это будет скучно. Похоже на упражнение. И партии надоедят, так сказать. Очень быстро. Поэтому это очень полезно. И если вы, новичок, особенно посмотрели этот подход, сразу его освоили, это вам, конечно, повезло. Даже если вы не новичок, этот подход далеко не все, даже профессионалы пользуются и не знают о нем. Поэтому это полезно. Дальше. Технический момент. Упражнение и вот этот подход ультимативный, потому что развивает еще и технику. Правая рука, движение. Мы, играя арпеджио, к примеру, давайте сыграем. Такое арпеджио простое. Я соль мажор. Я слежу за тем, чтобы у меня нотки были ровные, чтобы нотка в нотку переливалась, чтобы не было никаких дерганий, скачков. Чтобы ноты одинаково динамически звучали ровно. Можно даже использовать метроном, в конце концов. Включая метроном, можно поиграть в медленном темпе, послушать, так сказать, по-музыцировать, помедитировать. И следя при этом за правой рукой, чтобы большой палец передвигался. И без передвижения большого пальца, конечно, технически будет звучать не так хорошо. Для новичков может быть проблема. Но со временем, если вы будете играть постоянно, стараться тренироваться, это придет само. Вы проснетесь рано утром однажды, возьмете инструмент, у вас палец сам начнет играть. Вы даже, если на следующий день, например, у вас не получалось, вы на следующий день после тренировки, вот таких арпеджу, например, вы встанете на следующий день, у вас волшебным образом палец, если вы будете до этого об этом думать, играть такие упражнения, он у вас обязательно примет правильные вот эти все комбинации, варианты передвижения. Вот такое вот сегодня было видео, дорогие друзья, надеюсь, было полезно. И я уверен, что вы не зря потратили это время, потому что на моем канале нет плохих упражнений, понимаете, нет ненужных, только самое нужное, самое лучшее. Вот так вот, дорогие друзья, не забудьте традиционно подписаться, в конце концов, поставить лайк, на бусте будет нотное приложение к этому видео со всеми схемами, расписанные табы, все, что я сегодня играл, все будет. Так что проходите, это будет, конечно, сверх круто и полезно для меня и для канала. Также телеграм-канал, ВК, колокольчик на ютубе, все это не забывайте, это очень важно, это очень круто, мне очень приятно. Спасибо на этом. Все, дорогие друзья, закругляемся, всем пока.